Споры по поводу идеального женского тела отныне должны утихнуть навсегда. Так как светило мировой науки решило расставить в конце концов все точки над «и» в этом щекотливом вопросе. По всем показателям, под идеал попадает внешность вот этой женщины. Давайте разберемся, почему же. Смотрите до конца. Эту женщину зовут Келли Брук. Она также известна под псевдонимом Рорру. Это 37-летняя британская актриса и фотомодель. Весьма красивая и при этом полностью естественная женщина. Однако ее внешность совсем не такая, какую нам пытаются навязывать модные журналы, с обложек которых на нас смотрят несуществующие идеалы женской красоты, созданные при помощи макияжа, фотошопа и профессионального фотооборудования. И уж тем более, внешность Келли Брук и близко не соотносится с красотой худых, высоких и плоских подиумных моделей. И все же, несмотря на то, что внешность этой женщины находится за рамки общепринятых канонов красоты, Келли Энн Парсонс, такое ее настоящее имя, называют женщиной с самым совершенным телом в мире. И это не пустые слова, это доказано научно. Давайте вместе посмотрим на совершенное женское тело и попробуем разобраться, почему же именно плюс-сайз, как сегодня принято говорить, записали в идеалы. Споры по поводу идеального женского тела не прекращаются десятилетиями, а с появлением интернета их интенсивность усилилась на порядке. В последние годы на восприятие женской красоты сильно повлияли глянцевые издания и бьюти-индустрия. Некоторые мужчины даже перестали считать обычных естественных женщин красивыми. Выяснить, все ли так плохо на самом деле, взялись ученые из Техасского университета, которые решили провести масштабное научное исследование. Было рассмотрено большое количество женщин разных возрастов и с разными фигурами и внешними данными. Были учтены мнения и предпочтения огромного количества опрошенных респондентов. В итоге идеальной по всем параметрам оказалась фигура Келли Брук. Интересно, что в Британии, откуда родом Келли, очень популярны дамы с округлыми формами, пышной грудью, широкими бедрами и большой попой. И это не скрывается. Британские мужские журналы и популярные таблоиды пестрят фотографиями именно таких сочных дам. А вот в американской прессе преподносят в качестве идеала совсем иную женскую внешность. Но оказывается, американцам нравятся совсем другие, ведь именно там проводили исследования. Даже глянцу и бьюти-индустрии не удалось сломить то, что заложено природой. Рост Келли Брук составляет 168 см, а вес – 65 кг. Объем ее натуральной груди – 99 см, обхват талии – 69 см, объем бедер – 96 см. У нее сороковой размер обуви. А она носит бюстгальтеры размеры 65H. Вы только представьте себе. Получается, что та фигура, большинство обладателей, с которой в отчаянии пытается похудеть или сбросить хотя бы парочку кило, на самом деле является наиболее приближенной к идеалу. То есть естественность, натуральность, округлые женственные формы по-прежнему популярны в миру, но их насильно вытеснили из эфира. Иначе бы индустриям красоты и диет фитнеса нечего было бы зарабатывать, ведь идеалы не нужно исправлять и корректировать. Стоит отметить, что во время исследований учитывались не только три наиболее популярных параметра. Думаю, все поняли, о чем речь. Ну и такие мелочи, как форма носа, длина ног, привлекательность пальцев и даже состояние волос. Так что назвать поверхностными эти исследования язык не поворачивается. Очень профессионально подошли к делу ученые. Как уже было упомянуто, красота Келли Брук полностью естественная и натуральная. Все дано ей от природы. Никаких пластических операций, ни грамма силикона или ботокса, даже волосы и ногти у нее натуральные. Она не пытается что-то улучшить в себе, так как справедливо считает, что все, доставшееся ей от природы, менять ни в коем случае нельзя. Тем более, что это идеал. Келли Брук не изнуряет себя диетами и не проводит дни напролет в спортзалах. Она живет своей жизнью в свое удовольствие, не подстраиваясь под счета мнения. Она любима и желанна такой, какая она есть. Женщины в 50-е годы прошлого столетия выглядели гораздо сексуальнее, чем многие модели в наши дни. И я мечтаю быть похожими на них, говорит Келли. И тут с ней вряд ли можно поспорить. Да, тогда ценилась именно естественность. Любовь мужских журналов Келли невероятно велика. Если в 1998 году авторитетный журнал FHM поставил ее только на 29-е место в списке самых сексуальных женщин мира, то в 1999 году она была уже третьей. И даже то, что в этом же списке в 2000 году Келли заняла пятую строчку, а в 2001 году четвертую, вряд ли сильно ее расстроило. Ведь тоже весьма известный и популярный журнал «Максим» поставил ее на первое место среди самых сексуальных женщин 20 века. Да, тогда она была моложе и выглядела немного худее, но все равно ее формы были сочными и округлыми. Ну а американские ученые провели свои исследования совсем недавно. По мнению ученых, именно эта женщина совершенна и обладает идеальной фигурой. Пишите свое мнение в комментариях, какие женщины вам больше нравятся. Такие, 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 такие. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok